В пригороде Стокгольма уже третью ночь не утихают беспорядки. Хулиганы поджигают машины и бросают камни в полицейских и пожарных. Премьер-министр Швеции осудил насилие и призвал к спокойствию. Мы должны показать, что не позволим группе молодых людей управлять обществом. Они думают, что могут изменить положение вещей. Но в Швеции люди живут по демократическим законам. И это значит, что закон одинаков для всех. А полиция должна это обеспечивать на всех уровнях. За время погромов был атакован полицейский участок, пострадали две школы и был подожжен центр декоративно-прикладного искусства. Уличные беспорядки начались три дня назад в пригороде Стокгольма-Хазби, где проживают представители множества разных национальностей и меньшинств. Считается, что причиной бунта стало убийство полицией 69-летнего мужчины, угрожающего правоохранителем Мачете. Полиция Стокгольма арестовала восьмерых подозреваемых, которых назвала преступниками и членами молодежных банд. Массовые беспорядки потрясли страну, которая гордится высоким уровнем социальной справедливости. А также разожгли дебаты среди либеральных христиан Швеции о том, как теперь страна должна справляться с притоком иммигрантов из нехристианских стран. Среди 44 промышленно развитых стран Швеция занимает четвертое место по числу лиц, ищущих политического убежища, и второе по отношению этого показателя к населению страны. В шведском городе Мальмё не раз повторялись нападения на членов еврейской общины и поджоги. В прошлом году жителя города признали виновным в убийстве трех человек при помощи снайперской винтовки. Двое из убитых были иммигрантами. Ранее в этом месяце жители Мальмё провели демонстрацию против антисемитизма и нападений на представителей меньшинств. В настоящее время около 15% населения Швеции родились за границей. Безработица среди тех, кто родился за пределами страны, составляет 16% по сравнению с шестью для уроженцев Швеции.